На твой взгляд, давай мы перейдем к теме контрнаступления. Какие-то новости здесь есть судьбоносные? Новости есть, конечно, да. Давай, я расскажу. Во-первых, впервые наше командование признало бои в районе Антоновского моста. Спикер командования Юг. Мы сразу карту покажем. Да, Наталья Гуменюк сказала, да, таки, да, боремся, воюем там, Олежки Антоновка. Вот, злые языки утверждают, что наши войска удерживают плацдарм там около 10 квадратных километров. Ну, 3 на 3 считайте. Российская артиллерия, авиация туда тщательно работает, набегают там страшные десантники, перебрасывают подразделения терробороны, читаете, такие малогодящиеся. Российская терроборона, это очень печальная история, но вот их перебрасывают, чтобы они там кого-то останавливали и так далее. Но сам факт удержания плацдарма, да еще такого размера. А он продолжает удерживаться, это точно. Потому что Сальдо заявлял, что всех разбомбили и никого там больше нет. Ясное дело, так они и Киев взяли за три дня. Ну да. с превосходящими силами очень показатель. И дает надежду нам на то, что мы еще услышим оттуда много интересных новостей с левобережья Херсонщина. Теперь идем дальше. Значит, у нас злые языки, тут на карте не видно, но злые языки утверждают, что украинские войска уже вовсю дерутся за жеребьянку и за работе. Якобы просто вот в черте этих сел. Это означает крайне неприятную вещь для них. Если это правда, если это правда, это же утверждают российские войска, а не наши российские корреспонденты, то там осталось чуть-чуть до того, чтобы был поломан, поломано предполье. Наши войска вышли к основной линии обороны. Это уже совсем другой разговор. По перспективам мы не будем пока их называть. По принципу не навреди, но это будет крупный успех. Посмотрим пока еще. От работы найдем вправо. И там у нас злые языки утверждают, что бои южнее Большой Новоселки, традиционно Новомайорская, Новодонецкая и так далее. Вот они там тоже вовсю развиваются, но особое внимание уделяют именно работецкому направлению противник, понимая, что именно там может наметиться крупные неприятности для них в кратчайшие какие-то сроки. Это означает, что контрнаступление на южном направлении никуда не делается. Оно идет раз. Второе. Оно идет медленно. Два. Но оно идет успешно. Успешно. Бойска решают поставленные перед ними задачи. С надавской точки зрения все, что происходит, можно назвать формирующими операциями. Это еще не, собственно говоря, наступление. Вернее, точнее, наступление, но это не его основная фаза. Так что посмотрим. Посмотрим. Я думаю, что судя по темпам забивания личного состава и техники противника, вы будете очень сильно изменяться, но в течение двух-трех недель должна наступить какая-то промежуточная развязка на одном из направлений. А может быть и на двух, а может и на трех сразу. Посмотрим. Идем севернее. Да, так, так. Да, да, да. Маренко противник пытается атаковать, ему не удается там двигаться. Там тяжелые бои по месту. То же самое у нас направление южнее Авдеевки, водяное, опытное. Вот это все. Они пытаются лезть в сторону Первомайского, Невельского, Карлова. Карловки, да. Идут большие бои тяжелые. Значит, та же самая севернее Авдеевки, они пытаются реализовать историю с Бахмутом окружить с двух сторон, но у них не очень получается, мягко говоря. Кое-где и они выгребают, например, в районе Веселого. Тем не менее, они кинули оперативные резервы сразу в несколько мест. Они кинули их на южном направлении, они кинули их на Авдеевки, они кинули их на Бахмут, в районе Бахмут. Там сосредоточили войска, там перебросили, потому что хотят останавливать движение наших войск на Курдюмовку и Берховку, которые очень сильно их беспокоят. Очень сильно продвижение наших войск, успехи, которые там имеются. И они пытаются серии контрнаступлений установить, согласно классическим воззрениям своей школы. Золотаревка, Белогоровка, это уже Луганская область, еще севернее. Тоже там они пытаются отчаянно ходить в атаке и достаточно сложная обстановка для наших войск, потому что локальное преимущество они создали. Туда переброшены десантники кадровые, которые остались. Ну, кадровых уже нет, там кадровая намешанность с мобилизованными, но имеется в виду не вновь сформированные части, а те части, которые поменяли пятый состав, но все-таки остались кадровыми, контрактными. Ну и вот северные за северским донцом тоже идут, противник сосредотачивает усилия в направлении Серебрянское, Серебрянское лесничество, которое впору, как остроумно заметили одни наблюдатели, переименовывать Серебрянскую пустыню, уже настолько там срезано все снарядами. Бои идут, направление Торского пытаются двигаться, ну и вот это условное направление от Сватова на юго-юго-запад в район Невского тоже пытаются двигаться, товарищи. Вот, так что, в принципе, за сутки обстановка характеризуется тем, что они потянули резервы, которые у них стояли в тылу, и кидают их на три направления основные, четыре даже. Сватова Кремена, Белогоровка, значит, Бахмут, Авдеевка, Авдеевка-Маренко и вот на юге. Но на юге, понятно, они там пытаются ходить в контратаке, в ответ на предвижение наших войск. Но это что для нас означает? Это фаза, определенная фаза, которая говорит нам о том, что российское командование оценивает положение своих войск как тяжелое по всем направлениям. Тяжелое и в районе Авдеевки как перспективное. Они оценивают, но это они зря делают, сразу скажу. Налет у нас сегодня был, в Сумы прилетело, и есть 16 раненых, насколько я помню. Информации о погибших вечером не было. Я крайние новости успел посмотреть, вроде как не было. Ну, и сейчас Скадовский большой прилет. Это уже наш привет передали товарищам, которые любят запускать дроны по Украине. Налет был на Киев ночью сегодня. Сегодня, да? Не помню. Сегодня, по-моему. Уже замотался, честно говоря, или сегодня, или вчера. У нас сбили. И сегодня, кстати, день зенит на ракетах войск Украины. То есть, это люди, которые берегут наше небо. И мы им передаем наилучшее пожелание и большое-большое спасибо за их труд. А вчера был день в МСУ. Это уникальный флот, который с 45-го года практически не имеет конкурентов по количеству утопленных и поврежденных вражеских кораблей. А, кроме того, за 110 лет это единственный флот, утопивший флагман противника. И все это, не выходя из в море. А что же будет, когда они уйдут? Наши моряки. Ну, вот это там всем станет мало места. Ну, как бы так? Еще раз давайте скажем людям, чтобы люди четко поняли. То, что они бросили резервы, это не значит, что надо хвататься за голову, кричать «а-я-я-я», это наоборот очень хорошо. Это означает же войска, которые впервые не уже не справляются. И это фаза, потому что настоящая фаза, такая правильная, которую мы все ждали, наступит, когда они истощат свои резервы. И она будет достаточно скоро. Продолжение следует...